всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно люди enter в общем это один из второй раунд проходил он с 22 по 25 февраля на раунд подводилось всего три дня поэтому демки будут крайне интересны да и карта вроде бы не без лишних интересностей тоже в плане заряжал то что в воде 2 тени отображаются ну в общем карта 2003 года единство что я забыл сказать мы видим лампочки можно и есть тр у нас беспрепятственно можно бегать по финишу есть 2d растения которую мы насквозь проходим и как заметил двойная тень в воде что кстати достаточно интересно получается видим мы идем вперед видим джампад который подкидывает наверх и подкидывает по 48 543 545 547 подкидывает постоянно на рандомную высоте совсем понятно почему вообще так а это зависит от того куда-то приземляешься на джампад или или ноут я прям он же прямо кидаю как как зайти вот с нулем на 548 4 так как мы же триггер джампад что-то рандомная тут у нас опять вода двойная тени воды растения у нас фараон трогать мы его не будем и птичка кстати народ кто удивляется у меня сейчас на этой карте нет риска это этого этой вороны потому что я его вырубил вороны причем кричит постоянно тебя же он тоже пищи сейчас да вот просто когда я играл картон долго долго бесит я выключить потому что не амбиент не music волк не выключает мне пришлось удалить из пк3 music файл вот но я его не удалил я его заменил пустым но вроде в принципе помогло главное сейчас он не орёт и не раздражает да ну в общем запоминайте эти четыре если мало ли реальность кит раздражающие звуки на карте их можно спокойно выпилить из пк 3шника главное чтобы в этом никто не знал а то это считается как бы 4 вмешательства в пк 3 ну мне фактически главное чтобы бсп не трогали если бсп будет это считается 4 все такое при запуске написано контрольная сумма не совпадает у файлика давай чё чё у нас джемпад чё у нас джемпад с рандомной высотой который всех набесил очень был распространенный вопрос про обувь после этого джемпада в этом месте рандомный рандомный джемпад может покинуть на высоту 545 из этой высоты ловится об люди в онлайне может быть так и могли как-то делать мировые года но я сомневаюсь я думаю что там нормально я тоже думаю что без зуба я просто другой это раз в какое-то время там пять-десять соседей о вам быстро пройти над сожалению он вообще никак не помогает потому что даже если вы сюда вот залетели у вас очень маленький скилл небольшой и так скажем вы можете вот здесь стихонечко пройти беспрепятственно в принципе это плюс этой карты наверно то что но можно и и вот тут начинается самое интересное долго я тут все расписывать рассказывать не буду потому что дэвок в принципе мы видим всю красоту прохождения в этом месте и тут опять же джемпад который подкидывает кстати он тоже подкидывает рандомно просто обычная карта джемпад ему подкидывать определенной высотой с них в общем-то когда мы минуем вот эти вот перекладины мы попадаем в очень непонятное место на котором разбегаются глаза и на самом деле человек который попадает сюда в первый раз абсолютно непонятно куда идти но мы пойдем в принципе достаточно берется детям мы идем мы прыгали вперед и дальше нас ведь идет лесенка вперед и мы пойдем вперед прикольные текстуры стиле египта тут у нас можно срезать либо по лесенке подняться к счастью среза просто и здесь у нас до 1 что это как tricks да если circle это tricks то можно разобраться но я не буду тестировать в общем то можно подняться вот здесь вот заступом внизу на 64 мы об этом говорили недавно есть лестница по которой также можно спокойно пройти и оказаться здесь же идем дальше дальше у нас это не нет моим это вода течет а то у меня пик мип немножко это ниже пальмы на этот раз не 2d шны папа скелеты здесь умер пытаясь проходить эту карту ну и собственно какой-то портал чуть-чуть сары на энэблот до портал в котором мы умираем и фишируем карту что что мы сейчас еще много раз я буду по ней бегать лазить первое что я хочу показать воде давай сделаем так я сейчас показывать штуку с видом от тебя иди вперед а теперь с двух прыжков допрыгни до падают до 1 и вот два прыжка делать на платформе потом приземляешься напад сделай так смысл вот я приду это считается у нас не можешь ходить можешь как угодно теперь тебе нужно приземлиться два раза и потом приземлиться напад который спереди ну просто с двух прыжков допрыгни допрыгни нет с джампада без истмарки не допрыгнул а теперь давай считать сколько раз ты будешь так пытаться чтобы допрыгнуть не допрыгнул мне просто интересно у тебя получится я видел в онлайне это делали только с мапом почти это такая сложная фигуре на тут я не знаю я неужели я знаю ты сможешь блин я ну вас я мучился с это сети прошлом очень очень долго я не знаю я не могу его просто каждый раз делать я такая сложная хрена тень это вот итак давайте начнем с сибири мы леса q3 q3 помедленнее сипем быстро и я не знаю давай в ку-3 так быстро а потом сипем быстро хорошо в ку-3 самая большие три проблемы в ку-3 физики я играл ее последний день только чуть-чуть не очень много и так и не смог записать чистую демку потому что я там медленно все проходил один раз прошел без ошибок не забравшись это медленно запорол там больше секунды тут в ку-3 мало чем можно начать либо начинать с угол шапки либо приземлиться воды прыгать вперед по идее через воду быстрее потому что снаб в нем побольше скорости набирается и не знаю прыжок почти такой же как и сбоку плюс вот это вот что помешается чем мы прыгаем вперед попадаем на джампад делаем ориентируемся на снаба прыгаем на нападик в общем первое это была первая большая проблема тупо допрыгнуть до этого пада для тех у кого скил меньше они конечно начинали попроще дороги сюда здесь делаем три прыжка потом пады 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 этот в ку-3 еще можно проходить потом можно допрыгнуть например на эту кошку или это собак но это что-то египетская можно по нему спокойно прыгать по носу или по ушам дальше запрыгивается сюда либо через этот вот камешек то скорее всего либо либо вокруг но это долго медленно и неудобно вот дальше дальше идет два варианта простой который делает ну так как сказать большинство это два прыжка и через эту яму и вот сюда потом прыжок налево с большей вероятностью прыжок сюда и потом цирку два прыжка через яму и в принципе здесь все просто для тех кто по скиллове есть более крутая дорожка которая которая сложная тоже я ее столько столько мучил но к сожалению быстро у меня так и не получилось сделать ну во первых нужно допрыгнуть с двух прыжков до вот этого пада дальше мы прыгаем потом мы пытаемся завернуть так чтобы вот с этого плода запрыгнуть его туда то есть не очень удобно тут боку 3 сложно поворачивать нужно не врезаться вот в этот стол нужно промахнуть сюда рядом и не прыгая на эту собаку прыгнуть сразу то есть по идее скорости нам хватает и всего хватает то есть это тоже очень сложно вырулить завернуть и приземлиться сюда дальше приходилось очень очень сильно тормозить до там 300 ну около 120 скорости потому что если больше то с этого вот с этой выступа мы просто втыкались вот в этот либо в ступеньку либо мы перепрыгивали и втыкались в наклонную то есть нужно иметь определенную не очень большую скорость чтобы приземлиться вот на выступ на краешек и потом залететь наверх вот и дальше самая можно сказать большая головная боль после первого этого ворота но наверно самая большая мне она больше всего проблем доставила это прыжок в один прыжок вот с этого края когда прыгнуть то есть это выглядит как слов сложно но это возможно и сейчас попробую с их позом тренировать но есть вот образом да она допрыгивается но но тут нужно очень правильно траектория из самого краешка допрыгивать очень специфично да сложно специфично неудобно плюс пройдя сделая сделав все вот эти два сложных трикса и еще большая сложная штука сделать это быстро меня к сожалению так и не получилось у меня я после своей дельки здесь останавливался там не знаю потерял больше чем полсекунды потом только цирком прыгал по хорошему нужно здесь проходить как пружок 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 сразу начинать стрейфить и допрыгивать до краешка вот как раз допрыгивание до него это была моя самая большая проблема я так не долетел быстро быстро в быстром покажении меня не получилось вот если остановиться приноровиться то вроде попал проще чуть-чуть попроще что у нас сейчас до конца дойду буквально нечего да такую то есть после того как мы допрыгнули до краешка мы прыгаем на этот кнопку прыжок три прыжка начинаем цикла слева краешка потому что если начнем справа то мы куда-то приземляемся здесь на этих как сказать а здесь очень есть большая вероятность что мы просто промахнемся мимо не сможем приземлиться никуда потому что они плема сыгучий пески у меня еще пару раз звучит без за они как минимум один раз и за пару когда после стрейфа втыкался лбом вот в эту штуку она тоже немножко цепляет раздражает вот ну то есть мы в принципе концовка несложная мы делаем цирку три прыжка на самый-самый краешек перед ямой и перепрыгиваем все это и финишируем в футборте не не дай я один раз буквально 5 сек сейчас сейчас я не бить а 23 давай вот и вот сюда нужно было мимо стенки не промахиваемся меня никуда не сюда здесь притормаживаем делаем два прыжка и все можешь физика cpm через промот отличается только 3 тем что можно поворачивать зигзагом прыгать все такое еще кучу всякое дребедение ну что перейдем к демкам тогда не показалось чем отличие дорожки теперь ну можно сделать дабл джамп можно сделать преджамп какой-нибудь вот такой но я на вас его не делал я забыл про это все и тупо прыгал образом хотя наверно не надо было теперь допрыгивать этого падика попроще потому что как бы скоростью эрстрейв до 320 юнитов он в теперь быстрее скорость набирается то здесь я набираю до 120 как бы кнопкой в общем она чуть сильнее прижимает и быстрее набирается скорость чем в ку-3 есть здесь я до только 20 я чуть-чуть быстрее набираю скорости потом раньше начинаю с трэфи чем в ку-3 поэтому как бы чуть-чуть но попроще допрыгивать до до первого пада здесь есть несколько дорожек я пробовал во первых я пробовал с оба но это нифига не помогает потому что мы делаем прыжок потом прилетаем нафиг этот патку и не знаем куда приземлиться здесь я тестировал много-много разных вариантов и сюда приземлялся сюда и подпад и пытался как только не пытался я здесь сделал даблджамп но у меня так и не получилось здесь видимо или нужно прям до хрена скорости чтобы приземлиться вот прям в эту выемку на это сюда не долетал ни разу я приземлюсь ну такая же проблема вот то есть если по идее вот до этой выемки выемки долететь то можно сделать даблджамп и улететь там куда-нибудь далеко вот таким образом спим я делал два прыжка типа 1 2 потом прыгал по падам потому что мне не понравился вариант как проходить без падок это можно кстати было можно было в 3 прыжка сделать короче объясню как делается в 3 1 2 и потом мы не допрыгивать до этого пада можно приземлиться в эту рамку то есть мы в него втыкаемся и допрыгиваем до этого то есть получается тоже количество прыжков то есть тоже типа 1 2 3 и 4 но мы падаем ниже подлетаем выше и это чуть-чуть медленнее чем просто потом пропадать то есть то есть то есть то есть на басы и прыгать вот так вот так вот так вот и прыгать на под но не вас это я имею ввиду те кто не смог допрыгнуть два прыжка так дальше дальше у нас есть несколько вариантов прохождения во первых этот под он я я бы не сказал то что он обязательно нужен потому что хотя я вообще бы на месте моппер убрал зачем нужен честно фиг вы знает по идее здесь можно как сделать как-нибудь дабл джамп вот или вот из этого краешка типа после вот этого пада как раз на него прыгаешь потом приземляешься или с поворотом направо в налево сейчас нас и позже полете чтобы проще было показывать а то я так не пользуюсь снизу нет короче стрекушка проще сделаю да после этого пада можно прыгать вот таким образом и улетать сюда на краешек можно прыгать просто по всем падиком 1 2 3 и ворочить налево здесь самое можно сказать большая проблема была у большинства народу я предполагаю потому что потому что дорожка как как вот залезть в туфту попасть песочки есть если прыгать без рамп без всего остального того что есть в себе то вам приходилось бы как-нибудь сделать дабл джамп потом прыгать здесь потом здесь излетаем сюда но это медленно потому что есть рампочки такие штуки вот такие вот как варианты прохожить какие есть варианты прохождения есть вариант мы стрейфинг выгоняемся потом прыгаем потом короче втыкаемся в эту рампу с разгона и нас подкидывает как раз краешка дальше мы залезаем на кнопочку ну вот это вот черт вот эту кнопочку сюда и стрейфинг дальше вариант черт извиняюсь то что меня тут соседи страшно жизни жизни вот вариант 2 это мы втыкаемся вот в эту рампу и она нас подкидывает тоже как раз вот то есть сейчас попробую черт они там сохранился прыжками это проделать здесь как же поворачивал то да можно прыгать сюда потом сюда каким-то образом обычно получается в районе обычного и мы либо втыкаемся в эту рампочку либо мы делаем помедленнее втыкаемся в эту рампочку и взлетаем оттенка с чем он тебе нужен косметически после если кто задается ну давай 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 что там забыл с рампом давай давай родной покажи просто одним прыжком на песочек короче я так делал в общем можно воткнуться в этот кусочницу я даже вот сейчас почти получилось прыжка вариант номер какой как тут еще можно проходить я я могу показать один вариант я давай покажи ты про песок все закончил там есть вариант покруче которые у меня за 12 секунд но я не знаю как он отличается единственная не знаю как за 12 и один делать в общем делается вот тут double jump круто есть еще круче я придумал я подумал то что этот как сказать то что тот как сказать втыкаться вот в этот песок в эту рампу не есть хорошо лучше всего если сделать дабл джамп дабл джамп можно сделать если у нас много скорости и мы как-то так нужно перед ним приземлиться куда нужно приземлиться чтобы приземлиться перед ним тут есть земли перед ним очень я нашел такую дорожку на которой я и зал это на скорости мы прыгаем вот сюда потом прыгаем на уши на голову вот этой собаки и потом мы как раз после этой собаки приземлиться вот сюда вот таким и после дабл джамп на большой скорости мы летаем сразу туда внутрь на большой скорости то есть повторить это делал и здесь и дабл джамп не получался ну нужно побольше скорости лучше строить конечно но я думаю сможет еще чуть чуть больше да и тут есть парочка таких как сказать дополнений к этой дорожке во первых здесь вот такая штука я в нее втыкался несколько раз после дабл джампа когда и мы его делаем нужно прям сразу резко выворачивать налево чтобы не плюс нужна определенная скорость и определенный угол чтобы не улететь не вниз а вот сюда пролет попасть и получается отлично то есть траектория классная скорости много и там буквально несколько прыжков пытается до финиша что такое не допрыгнул скорости просто было больше может ну я даже не пытался улучшить видимо стало ну просто я посмотрел 12 один что-то как-то что-то как-то дофига еще в демке я вы увидите какие-то прогибы а принципе отлично получались есть вариант прям я предположил что есть такой вариант но я его не смог сделать это очень сложная такая штука когда мы имеем очень очень много скорости это если мы пытаемся набирать скорость прям по самым самым краешком прыгаем правый потом здесь на левый имприл на самый краешек когда мы много скорости имеем и после этого мы кто может да нужно допрыгнуть до вот вот этой рампы вот это мой рамп если мы допрыгиваем до вот этой рампы над подкидывает немножко и мы как раз можем приземлиться прямо около этой штуковина это сэкономит нам как бы прыжок то есть я после приземления прыгал на ухо прыгал вот сюда то есть это экономит нам прыжок а это 0 7 или не знаю вообще много но к сожалению по скорости я не знаю насколько здесь это круто и какая будет скорость после дабл джампы и влета туда сэкономят ли это в итоге что-нибудь или нужно просто быстро проходить как я не умею вот ну что я могу лишь предложить посмотреть все разнообразие дорожек дымках я даже предположить не могу чем можно сделать сейчас здесь и какой-нибудь секрет какая-нибудь тут есть я тут сейчас спокойно попрыгал здесь какой-нибудь зашито что ты видел там когда пасхалка вылететь и вот вот сюда да бай гвен гвен это кстати девушка была да ладно круто я по-моему ран пара от название карты вроде бы я видел вот эту внешнюю часть карта таких и и делали из нее не работающая ссылка делали из нее другие карты вроде бы стрейкал какой-то лично подобное вот по моему тоже что-то связанную с ран фарао тут надо было круги наворачивала на это это птицы кстати летает за руки там убить случайно это бить нельзя но можно на ней полетать сделано из броша и на тебя можно сесть так но клипа женщины но ты давай сейчас сейчас вот тут будет пролетать надеюсь я попаду на нее давай я поймаю и потому что нельзя да что такое дай подлететь я попробую поймать на это это народ классная водичка кувшинки водичка рыски даже есть прикинь давай пошли смотреть до сейчас две минуты я тут посмотрю здесь классные эти в общем много всего на карте черепок в общем много элементов всяких и которые делают карта много круче вот мало того что свет классный солнышко в общем текстуры ладно все это переходим к рассмотру демок сколько мы его смотреть альбера кап раунд 2 начнем с vq3 демок сейчас я проверю все хок и так точно лунтик 27 927 секунд он пытался дойти до финиша на давайте смотреть play по 20 секунд демки то есть мы меньше будет он сделал тоже три прыжка видно попал попадом сразу проходил через проход но тем не менее проходит все вроде бы без каких-либо косяков нигде не грелся у кроме немножко у финиша и я думаю просто постараться пойти получает я тоже так думаю что вполне бы мог вообще медленно агрессор 25 и 7 плей да ладно у окра агрессор у него же это нужно намного кучек сразу же часовой не знаю что три прыжка опять спереди проходил ну никто не знает брать эту собаку или даже собака я надеюсь собака не никто не знает про эти кнопочки по которым я не понимаю как то это точно просто наверное или у него конфиг агрессора да скорее потому что ник был в них в игре был for fun я пропустил вообще телефон я не знаю к сожалению кто это ну можно можно агрессора спросить он это видео ну да кстати мы еще должны просматривать на а я тут смотрю ты можешь ему написать и спросить ну в общем мы должны еще посмотреть на наличие рандомных обувь потому что валидация сейчас занимаемся заниматься буду я наверно давай хулиган дальше 20 лет сплэй рандомные оба на карте запрещены поэтому такие динки не буду принимать если сейчас заметим кого-нибудь краешка два прыжка здесь три прыжка допрыгивал да вот как раз через уши этой собаки он проходил проходил почему-то по кругу не смог забраться да может быть не всегда получалось 23 секунды так это 20 на встрече до ничего 22 и 7 до чтена ну не почти на секунду на 800 быстрее плэй у меня просто есть онлайн очень-очень медленный тайм за 20 ушам наверх здесь налево сразу ой 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 варпак что творит этот парень ты посмотри 2 3 и и не налетел и немножко да немножко один сделать в принципе такая с один дорожка почти говоришь 21 говорю изи 22 и 6 game rock беларуси play нишон нюанс на сервером дат клан что ты скажешь по этому поводу в общем-то делал все то же самое что и варпак все таки да и в конце допрыгнул в целом по стрейфу game rock немножко видно что проседает нежели варпак варпак посильнее но за счет того что допрыгнул game rock сделал все таки лучше хейз 22 5 онлайн демка что-то странно кажется медленно для него то есть такое простенькое прохождение без вообще всего всех срез но они сняли я скажу то что они реально сложная я в конце потом покажу демку голема текущей ну посмотрим потом а имени мне и скинь то сразу сейчас в кутри да ты хочешь да сейчас подсек народ можете пока скинь путь вперед направо налево ну то есть пока я тут еще они приготовлены что-то пики уран ран 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 фарао ран п где он 17 и 2 текущий онлайн тайм 17 3 оффлайн наверно онлайн то же самое другом голема давай я тебе сейчас кину так загрузить крестик так сейчас я себе положу волшебную папочку так все можно смотреть подожди я ее лжу волшебную папочку и мы продолжаем с большим большим отрывом в 600 целых 06 дм опережает хейзлой 21 9 стой из воду два прыжка до джампада неплохо здесь 3 прыжка попрыгивал всем подавать через лучше собаки здесь тоже через песочек здесь мне кажется лишний порог взял можно было прошу завернуть ну и здесь допрыгнул в принципе ну очень хорошо я думаю застроил и заслуженный 21 все-таки есть еще с наибольшим отрывом отрывается декус 21 0 0 и ну и видно что а нет может быть и не видно сейчас посмотрим конечно результат на целом держится хорошую серку да такая чистенькая дорожка без всяких как сказать просто прошел чисто нигде не запоролся и в принципе стандартная когда и вход хорошо попадал и собственно молодец и очень подозрительный еще отрыв 05 очень у нас такие достаточно неплотные демки хотя оказалось должно было быть по-другому где цап сам 25 давайте посмотрим так проходил через воду проходил тоже три прыжка в принципе стандартную тоже через собаки зацепился и здесь сразу наверно забился неплохо единственное не знаю сколько этот лишний прыжок был нужен ну да еще пиниш ну день надо перегнул да можно было не делать лишний прыжок а сразу чуть-чуть проделать фрейм и джамп перепрыгнуть налево и это было сэкономило где-то полпрыжка и целый прыжок вот было бы еще быстрее то есть у него очень самое хорошо было то что он после ушей и приземления на наклонную там сбоку на этот песок он прям сразу зацепился за край пола то есть не не подлетал высоко ничего прям сразу начал строить и дальше вот из-за двух таких моментов он сэкономил как раз полсекунды корж белорус play 22 быстрее на 300 миллисекунд сейчас посмотрим где и как притормозил специально чтобы скорость побольше набрать здесь тоже зацепился здесь почти у нее получилось вот он как раз прыжок сэкономил и этот прыжок дал ему 300 должен был дать больше видимо в конце немножко он не даст трейфил можно было побольше взять undead gravity 19 и 8 еще на 400 миллисекунд быстрее посмотрим play у нас какой спадал прям с краешками даже не зато интересный поворот 3 прыжка вот умудрился завернуть и перепрыгнуть до ушей как я говорил и залететь сразу наверх и вот это он сэкономил прыжок один вроде бы и здесь то есть он здесь 400 но может дальше я не знаю побольше срезу в общем он сэкономил прыжок поэтому крут молодец дальше от 1 до 9 до 0 я забыл кто это гризли это гризли еще на 200 быстрее сейчас посмотрим у него очень хороший скилл но я знаю что у него очень сложно со свободным временем поэтому у него нету возможности в принципе нормально как-то подзадрачить поставить хороший тайм но тем не менее он все равно показывает достойные результаты поэтому точно так же как gravity прошел просто чуть-чуть где-то быстрее я не скажу да да twitter 19 4 еще на 200 быстрее play посмотрим где тут еще можно срезать я бы так точно не смог тут я тоже реку 19 0 давай посмотрим play play бригант я пока не знаю как он проходил я думаю я просто я прошел быстрее на место и все так ладно три прыжка на лево ну и прыгнул сразу сэкономил знакный тоже в принципе краеш когда прыгнул да чуть ли не заступом да у него получилось следующий сандэ тутти фрути россию рай 18 6 play еще на 400 быстрее вижу он тут сэкономил то тут посмотрим тимон тут наворотил он попрыгнул два пушка молодец круто и здесь сэкономил прыжок и здесь он читал здесь стрейпинг сразу начал и суперстряжу не сделал суперстряжу не знаю мне кажется многие могли просто не увидеть в этом проблема потому что это не бросается абсолютно глаза если только ты там постоишь посмотришь подумаешь может быть тогда ты что-то видишь но enter сделал у нас плюс 200 давайте посмотрим где я сделал плюс 200 но я запорол секунду я тоже топ-4 смотрю блин давай за мной как ты итак долетает сразу до перекладины до 1 немножко сбрасывает долетает до следующих падать через пса и вот тут роковая ошибка в виде остановки но сделал мега срезвую в чем собственно я думаю и вопрос если бы я просто в том месте не остановился сразу зажал кнопку вперед влево начал стрейфить без торможения без всего я бы сэкономил полсекунды точно ну и в остальном концовка у меня тоже где-то на 400 медленно я там стрейфить плохо просто направо начал и в общем везде по чуть-чуть и как-то так получилось и так кет 18 и 2 еще быстрее на 200 чем я смотреть play я вот не знаю он такой же как я дорожка проходила или как тут интересно посмотрим те тоже достаточно опытный я надеюсь что он сделал топ срезу просто прошел быстрее потому что ты пошел пешком не пошел ты стал в этом твоя ошибка но посмотри что творится с бриган занимается очередной топ-1 нет неочередной он нет нет все я брусы и слов и так занимает в общем первое место до 2 и посмотрим на 500 быстрее чипкет очень интересно два пслай скажешь когда начинал правильно прострейдил до 1 тоже чуть притормозил быстрее вот наша 700 чем я ну так заслуженный топ-1 добавить нечего я думаю сразу можем построить посмотреть и дымку голема да сейчас я ее я ее найду у меня далеко лежит итак итак это в принципе так же, сделал два прыжка ну что сказать в этом весь голем что тут скажешь я кстати не заметил веста написал об соли тысячи два спортеры что-то он по-немецки говорит страшно и жопа жопа с тех времен гибрид бэнс 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 боже мой лакер очень много всяких много народах дымка старая что поделать вы видели он прошел просто чисто очень этой дорожкой он сразу начинал стрейфить после подъема и в общем в общем это текущего кто сможет перебивайте так 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 америка об 023 демки на медленном потом посмотрим окей теперь переходим к себе ран фарао 53 секунды в ему ужас play как можно эту карту проходить 53 секунды сейчас мы увидим паником я я знаю почему красавчик вот это вот вот это вот приз за оригинальность у нас сегодня пока что я не знаю я не хочу ничего ладно ему то что дичь и там зачем вы мало не делать так как дима норс стал смотреть крутые таймы людей как они пытаются присылают крутые демки как они повышают свой скилл так так ладно следующее бэк зен планет 1 play 40 и 2 нет я братишка до 40 секунд привет на пробу а вот он светился кстати нас там чувак если ты посылаешь такие демки на таких демках старайся знаешь если бы он хотя бы немножко сделал лучше ее за счет хорошего стройка следующие sky allen украина 21 и 5 play на 20 20 секунд почти на 20 быстрее чем бэк зен вот 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 так раз три прыжка допрыгивать упадом ух ты проходил почти сапсар да саппировки и и немножко на пальце ой еще вот внизу надо было 20 сделать нужно было бы немножко перепройти до бы без ошибок это несложно на самом деле без ошибок пройти она карта простая надо просто потратить было на 10 минут побольше пройти нормально game rock беларуси 19 0 play на две с половиной секунды быстрее сделал да наверное медленнее но просто подумал сделать как-нибудь так дабл джамп и через крышу наискосок до прыган до финиша да да это был в принципе оригинальненький такой роут давай посмотрим дальше еще на сотку быстрее сделал хулиган 18 9 play реально вдруг как так быстрее блин а если с дабл джампом там на большой скорости на крышу улетать я так даже не думал а вдруг это есть 12 сядет ооо вот он прыгал на краешек и с этого краешка допрыгивал да ну хулиган своим опытом просто вытащил вот эти 18 секунд причем мог бы сделать намного быстрее если бы прыгал посередине но почему-то опрыгивал все из-за чего духи чего перебил на целых 700 давай посмотрим 18 бат play 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 крышка следил сразу налево и , , ой даже ой 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 вот тут вот если бы он немножко не затормозил кнопочки и по центру прошлого и хорош если бы он не затормозил кнопочки то было бы 17 и 5 я думаю где-то обогнал бы он эфиопа, а так его обогнал Фофан, чё на 200, Фофа, Фофа? давай смотреть, play Фофан, чё-то я об этом не думал ты с самого края попрыгал, два прыжка может быть так лучше чем надо прыгать о, он вообще вокруг обходил а, нет, там наверно нельзя сверху, хотя не сказал ладно, я потом, вот как мы посмотрим все демки, я еще персонально полетаю, там спектра посмотрю как туда лететь ну потом только эфиоп, в России, Екатеринбург, 17,9, play еще на 100 миллисекунд быстрее мне кажется он просто езал собачку или проблемы с песком юзай собачку цитата ну просто предыдущий демка о, нет, он здесь заворачивал по-другому и вот здесь не втыкался он с даблджампер сразу с сохранением скорости пропрыгал так, кстати, очень быстро и тут он наверняка сталкивался еще с проблемой фонарей на потолке что ему я ни разу не цеплял не знаю не, там если скорости много, можно зацепить если не присесть, ну я так думаю ну в любом случае демка достаточно классная давай посмотрим дальше на 600 и вот мы срезал да и play через годы стандартная 3 пушка и попадом прыгает а через глуши собаки о так о о о о о о о блин это было бы вообще классно а если он залетел ты посчитаешь сколько бы он мог сделать он бы просто позади себя очень много людей стоял вот прямо очень но у меня не получилось я его перебил деку на 200 давай посмотрим play 17 и 0 уже 17 для его вторая церковь интересно так стандартные падики 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 ворот налево налево зацепился за краешек и запрыгнул с сохранной скоростью все так он мог бы в конце не прыгать налево ой зачем зачем обходил ну блин даже в уку 3 перепрыгивается с двух прыжков он взял и и решил не прыгать он бы с 16 и не знаю 5 бы сделал наверно мог перебить кучу народу если бы просто прямо прошел ну да смотрим дальше на 30 на белого лунтик play дек он просто нигде не запарался и концовку криво пропрыгал как лунтик проходил слабенький старт достаточно ух ты как ты показывал в принципе добыл жамп да да только он мог еще быстрее сделать если бы залетел сразу если бы зажима кнопочку влево и завернул сразу налево до того чтобы в общем ну вот начались подобные более быстрые более крутых рамп да take 5 россия play 16 576 быстрее еще на 200 сейчас посмотрим где же он срезал есть наверно штуки 3 ну и исключая медленные рампы посмотрим какую из них он использовал оп вот краешек дали рампы средний передний да ну тоже интересно кстати что-то кажется как будто бы рандомный как-то просто пропрыгал о получилось пошел дальше на самом деле не так-то просто попасть на этот краешек чтобы тебя подкинуло на нужную высоту да 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 абсолютно верно зупер зучья 16 и 512 play перебил на 60 это у нас примерно 7 9 9 фреймов 60 или нет сколько там получается нет 7 9 все 60 на 8 разделе 6 на 8 стоит и ты у меня с математикой 8 на 8 64 на 8 у тебя же хорошо с математикой а ох хватнулся а то есть если бы этот джамп был бы да если бы было быстрее более чисто было бы хорошо но тем не менее по центру пропрыгал ага поздравляем круто 16 из 680 488 андетт москаль россия москов play еще на 4 фрейм даже 5 ну немножко перебил и кстати следующий тайм будет точно такой же отлично отлично очень много неплохо получилось да следующее демках и из россия 16 и 4 play намного лучше чем в у 3 потому что вы которые у нее вообще медленный медленный тайм какой-то был вот вот а здесь он вот 16 не даже скрыть и москаля одинаковый тайм поэтому они поэтому разделили они одно место 16 7 подожди а я блин 16 16 я просто не не раскралил минова минск 16 4 все нашел бой еще на 11 фрейм и быстрее хорошо получилось у него с кнопки отлететь он почти ничего не зацепил в принципе это большой большой плюсом удалось мульт еще быстрее на 700 до сделал мы посмотрим предыдущий что-то так под близко тайма этот вон на 700 так быстрее ммм 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 что-то новый нашел ммм ммм стандартные 3 пада а вот он сдавал жампа как раз двоя дружка которую я показывал он даже два раза ваткунулся после этого но до прыголов не нашел 15 7 достаточно хороший тайм далее его перебил на 300 форста х давай посмотрим посмотрим пашки 3 пашка перед этими пашка перед этими падали тоже тоже залитал вообще волшебный и волшебный ширул водички до прыжок немножко страйфа в конце не хватило но тоже неплохо если бы он чуть получше страйф мог бы там сэкономить еще там 300 но но тоже не было до 14 8 да еще на сколько 600 play еще быстрее все быстрее быстрее просто очень много сделал просто чисто прошел нигде не запорожье всего сделала 18 4 вот принципе не очень сложный наверное было такое прохождение и люди которые ниже могли также пройти котейка перевела на 300 посмотрим play котейка наш идол мастерства со времен онлайн капа кстати он light кап будет на следующей неделе точнее уже на этой поэтому все участвует на воскресенье через год извиняйте да сделал дабл джамп этот нашел там он какой-то мизер вообще споткнулся сейчас я посмотрю его дамку поближе на том месте сейчас я промотаю быстренько вот он приземляется вот куда-то прямо на самый краешек и дабл джамп очень быстрый и это помогает ему залететь прям прям вот пролет не прыгал по кнопочкам и ничего не делал просто итак следующие аурум словакия play 14 304 на 200 почему 300 перебил но отрывы как не странно отрывают такие достаточно сильно я реально думал что были такими фреймовые таймер три прыжка дабл джамп как ты говорил кнопочку заступ кнопочки кстати заступ тоже эффективно достаточно да он сэкономил людей которые прыгали после этой кнопки в общем неплохо неплохо проведено пус перебил на пару фреймов аурума что в принципе я думаю достаточно похвально потому что аурум это старая школа пуск как раз новое зреющее перспективное будем надеяться школа давай посмотрим не пару там сколько получается 6 но он прыгал на левый через низ он продолжал и показывал кнопочку и прыгал до финиша и интересно просто как закомбинировал дорожки темп факс на 270 перебил пузико давай посмотрим или почти как там таки говорит что это тампакс в общем очень неплохая дорожка я бы даже чуть посмотрел быстрее потому что ну помедленнее вниз и здесь сделать прыжок ударился головой и прыжок то есть сделал дабл джамп от пада снизу но в онлайне это многие делали кстати я не бывала вижу ну ты как всегда все прыжок приземлился на правый как раз выступ и от него налево следующий кипиш челябинск 13 7 вышел из 14 секунд да и смотреть play интересно какие там снизу очень быстро да это быстро но черт я не знаю что сказать там мне кажется об этом очень сложно словить это дабл джамп я думаю это нереально я бы точно этим не занимался при всей своей упортости я бы точно этого не делал зато он сделал 13 7 до красавчик следующий нижние давай посмотрим рачи play как она не знаю я поначалу читал как будто бы нхл но сделал чтобы сохранить скорость лиду на сервере просто красавчик чаркин 13 6 дать немножко побыстрее давай посмотрим play начало пикушка блин он не допрыгнул да ну ладно и делаю через низ табл джамп до верха минус пятьсот и шестьсот то есть он и я получил стрейк пойти тоже неплохо но тут дорожку да вы быстро не так просто найти я сначала проходил вообще по-другому втыкался в эти рампы и прыгал через кнопочку я меня 13 с чем-то было пока я не не придумал как пройти по ушам этой собаки и сделать 12 секунд знаешь что меня больше всего вдохновляет то что овчаркина перебила девушка за qn на 200 давай посмотрим да play посмотрим да при джамп дополнительный тоже нижний хэс там как ты говоришь дабл джамп и и дабл джамп у них один роут сейчас сейчас у них один просто семейная подряд у них у кого у него а у у запена у нее ясно м уже сделано 70 побыстрее давайте посмотрим play мне кажется у меня там строишь не очень был я не помню что у меня там было плохое но как таймер на то есть он если бы делал минус один джамп в начале он мог сэкономить но то есть 12 и что нибудь там быстрее меня пройти 12 9 моя демка play ну что enter ты опять не первый ну чё поделать я перебил тебя фронт служишь какой-то лягушка ед улитка улитка пифа тебя просто взял и перебил за 7 минут не поставил реку и за два прыжка не я помню где в мате мучился ну пройденную быстро ну выглядит да быстро но из-за того что траектория очень большая это там душе этих еще допрыгнуть надо то это дольше занимает времени но вроде как быстрее как получилось итак следующий 12 8 обзор на франция плей мне кажется он прошел как как предыдущие только и прыжка и нет джамп ух ты как интересно получилось аж минус 500 от меня и минус 100 в конце блин как интересно а это из-за того что вот кстати как я и говорил слышишь да как я и говорил если приземлиться на поднимающуюся рампу и после нее можно сделать да вот джамп об этот правый как его камешек вот он так он просто просто я вообще не знал про то что можно подпадом пропрыгивать и поэтому я не приземлялся как бы в то место вот он как раз это и сделал итак давай смотреть таймы помедленнее бригант таймы scale 0.5 enter play play начинает с краешку прыгает на выступ и сразу он не тратит время на то что пешком до джампада дойти отлично стрейфит прям по зонам как нужно и допрыгивает до первого пада пропрыгивает по падам заворачивает правильно перепрыгивает эту собачку быстро долетает до верха чуть-чуть совсем потратил время на то чтобы пострейфить в начале и может быть это им стоило там 300 ну 200 и может быть в конце у него чуть честно не скажу где не хорош поздравим классно демка очень хорошая да хоть и голем мы поздравляем зорно хотя я бы хотел поздравить enter который не дожал очень жаль да да погоним тебя наверно из клана есть я не нашел что там прыгать можно ладно давай посмотрим злой как раз начале говорила там можно даже еще быстрее ну ну можно сколько там рекордов в 12 хотя может честно не знаю получается нужно прыгать как как зорный все прыгаешь сюда прыгаешь под этим падом на краешек приземлялся потом вообще по другому проходил интересно интересно да я еще раз посмотри куда он прыгал давай вот после дабы жопа приземляется на край шик на этого пада потом приземляется на ступеньку Как я понял, причем он на ступеньку Не споткнулся, там споткнуться, наверное, можно С полпинка И потом после этой ступеньки заворачивает налево Протемляется на пад И он его так высоко подкидывает, что он залетает до верха До этого выступа И После него он Стрейфит обычным стрейфом В общем, тоже очень классное прохождение Не знаю Прошел бы и так же, или нет Если бы знал дорожку Ну ты всякому к лучшему Если бы потратил очень много времени Рун Пхаро Я хочу полетать с пикатором Мне просто интересно, как там Можно ли через верх пройти Пролететь Так, так, так Вот мы здесь Каким-нибудь таким хитрым образом На огромной скорости влетаем Делаем дабл джамп Подлетаем, подлетаем Летим сюда налево Если мы долетим досюда То мы здесь делаем Тут неудобно Тут реально неудобно Мне кажется, нельзя Сейчас я просто проверю Да, тут нельзя Здесь не допрыгнуть И здесь вроде как тоже Сейчас, сейчас, сейчас Сейчас, подожди У меня возникают идеи По мере того, как я с пикатором летаю Но я не уверен Насчет их воплощения Потому что я подумал Знаешь что? Если мы прыгаем на Ну, в самом начале От старта Сбоку есть такие рампы Ты видел по бокам? Если с этой рампы Умудриться Наверх залезть на стенку Каким-нибудь образом То есть, типа Разогнаться Сделать 2-3 прыжка И как-нибудь Дабл джампнуть На этой рампочке Это можно залезть наверх И Возможно Как-нибудь обойти И залезть до финиша Честно, я не знаю как Можно ли здесь Что-нибудь такое сделать Потому что здесь Ага, вот она Рампа Дабл джамп И Мы как раз прыгаем До финиша Вот тут мы проходим Прямо Наверх Сюда И финиш А здесь мы проходим Наверх Назад Прямо Наверх И Финиш Честно, я не скажу Можно ли так вообще реализовать И будет ли это быстрее Если умудриться С этой рампой Каким-нибудь образом Излететь вообще наверх То это будет финиш Прямо Сто пудов Быстрее всего Короче, ладно Я Может быть Как-нибудь Попрыгаю еще Может что-то придумаю Ну И так Я Альта буюсь В В Браузер Который у меня Открыт Сейчас я покажу вам Народ Браузер И так Дефраг.ру Сайт Дефраг.ру К сожалению Здесь Результаты Еще не выложены Вот Но на сайте Дефкомпс Который На котором Как раз Куда нужно Заливать демки Здесь уже есть Результаты всего Этого капа Здесь можно прокомментировать Их Комментариях много Можно там Чать Комментировать Комментариях Да Там у нас есть Гранаты Есть Ракеты Есть Плазма На эту карту Опять же Отводится Три дня И на следующий раунд Тоже Смойер Будет Три дня А потом уже Количество дней На раунд увеличится И будет пожестче Карта Маленькая Небольшая Судя по Онлайн таймам Там В районе Даже Десять Пяти секунд Можно проходить Каким-то образом Не знаю Каким Я не видел Ни разу Ну что ж Присылайте Демки Будем их Смотреть Будем Обозревать Ждем Ваших Комментариев Что Все наверное Ну Думаю Да Так что давайте Ребят Всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь На все каналы Приходите на стримы И Присылайте демки Не забывайте Да Присылайте демки Обязательно Будем их разбирать Окей Всем спасибо Всем пока Всем пока